Что вы слышите вокруг себя о нейросетях? Что они в скором времени поработят человечество? Или что они послезавтра, да, послезавтра, лишат нас работы? Или что теперь каждый специалист по созданию контента должен не только уметь программировать, но и создавать свою собственную нейросеть и писать промты? Не важно, что вы слышите вокруг. Важно, что вы думаете. Важно, какой опыт общения с нейросетями вы получили. И важно ваше собственное мнение о том, в каких задачах нейросети могут вам помочь, а в каких вы справитесь и уже с существующими инструментами. Вот тот нейросетевой мультимедийный заплыв, на который я вас зову, это как раз площадка для получения собственного опыта. Мы с вами на разных этапах и на разных задачах, которые стоят перед любым создателем контента, мы на этих задачах потренируемся, попробуем разные сети, сравним их возможности, увидим плюсы, увидим минусы, увидим, чем они могут нам помочь, а где, собственно, они пока не справляются. И вот когда вы получите свой собственный опыт, когда вы попробуете на своих рабочих, и не только рабочих, задачах различные нейросети, тогда вы сможете аргументированно участвовать в дискуссиях, тогда вы составите свое собственное мнение, тогда вы распределите, на какие задачи в вашем производственном процессе есть смысл приглашать нейросетку, чтобы она облегчила вам жизнь. И как обычно, на наших мультимедийных заплывах мы не только позанимаемся рабочими вопросами, но и немножко побалуемся, позаряжаем друг друга созидательной и позитивной энергией, и если кому-то нужно, выдадим волшебный пендель. И тогда будет поменьше вот этих вот панических настроений, когда мы поймем, что нейросеть, как и поисковые системы, как и мультимедийные сервисы для создания контента, как и вообще вся та интерактивная цифровая среда, которую мы создаем своими руками каждый день, как они, как инструменты, помогают нам решать человеческие коммуникативные задачи.